Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать к новой игрушечке на канале. Это у нас Spiritfall, игра, про которую у меня неоднократно спрашивали, которая вышла в релиз примерно 2 месяца назад, 28 февраля 24 года. До этого она была вроде как в раннем доступе, я так понимаю. Вот, наконец-таки, у меня добрались до неё ручки поиграть. Недавно на канале, ребят, появилась новая игра Magicraft, которая была, типа, ребёнком Айзека и Ноид, и имела, скажем так, многие особенности из этих игр, в общем-то. А это у нас некий ребёнок Dead Cells и Astral Ascent, я так понимаю, потому что игра 2D-платформер Рогалик, в таком стилистике ближе к Астрала Сенту, в общем-то, посмотрим, что и как она из себя представляет. Тут есть дорожная карта, которую ты на сайт отправляет, где можно посмотреть, какие планы у разработчиков есть. По настройкам, ребят, игры я скриншейки убрал. Остальное, если что-то, ребят, нужно включить или отключить по желанию, если надо сделать звук или музыку громче или тише, то можете мне об этом написать в комментариях, буду благодарен на этот счёт. Вот так вот здесь управление, я особо ничего не менял, есть доступность, если кому-то слишком быстро играли, слишком медленно или там урон врагов или КП врагов не устраивает, это можно себе крутить. Я, ребят, не таким, такое не особо люблю. Я предпочитаю играть так, как игра задизайнена и как она задумана, собственно, по умолчанию. В общем-то, да. Русский язык, ребят, в игре есть по умолчанию, есть и многие другие языки в том числе. Ну и убедительная, ребят, просьба, само собой, как всегда, без спойлеров, без бекситов в комментах, типа там, мол, делай так, делай это. Без ни советов, ни прошлых, я сам совсем разберусь постепенно, ребят. И поехали начинать. Лайкосик под видосик, ребят, авансиком. Безумно приветствуется, мне будет очень приятно. Буду благодарен за актив и за поддержку. Ну и давайте, ребят, смотрите, у нас у меня первый взгляд и знакомство с игрой. Затравочка, я так понимаю, здесь сначала какая-то сюжетная. Здесь, скорее всего, сюжет такой, типа, какой-то формально, возможно, будет, хотя не знаю. Так, это мы уже как раз-таки начинаем потихонечку. Взаимодействие. Я буду играть, ребят, на геймпаде, соответственно. Так, в такие игры мне обычно комфортно на геймпаде, собственно. Вечное пламя сделало свой выбор. Ничем не примечательный сосуд. Сомневаюсь, что ты сможешь выдержать древнее пламя. Тем не менее, у тебя будет шанс. Мы, божественные духи, избранные, чтобы направлять и защищать этот мир. С тех пор, как великие врата закрылись, наша сила уменьшается. Осталась одна надежда. Возьми эту маску и используй ее, чтобы восстановить нашу силу. А теперь отправляйся к краю. Открой врата любой ценой. Вот так вот, да. Здесь такой сюжет, типа, знаете, как обычно, вы от врагали, как во многих, так, номинально, типа, добавлено. Вот мы как раз-таки надеваем эту маску. Это наш главный персонаж, главный герой. Так, это что там написалось? Нажмите для прыжка, удерживайте дольше, чтобы прыгнуть выше. Ага, смотрите, у нас камера, типа, так, она не сразу за мной бегает. Кстати говоря, по-моему, тут, мне казалось, была опция какая-то. Я вот не уверен, насчет доступности или... А нет, здесь есть звуки, ориентированные на игрока. Не знаю, что это значит. Я просто думал, что, может быть, можно сделать так, чтобы камера была четко, всегда персонаж был в центре. А она так за нами, получается, гуляет. Очень так плавно это выглядит. Так, А для прыжка, понятно. РТ, чтобы совершить рывок, сквозь опасные препятствия. Начальник рывка ненадолго дает внеуязвимость. Ага, хорошо, в принципе, тут знакомые нам будут механики во многом, соответственно, и так далее. Классическое такое пример управления. Эта игра такая, типа... То есть тут надо какие-то комбинации крутить, так понимаю, ротации делать, возможно. Так, у нас что есть? Боевой молоток-топор на земле. Х, нормальная атака. Вперед, если нажимаешь плюс Х, то боковая атака, да? Да, у нас два из трех, вот. Есть наверх плюс Х, то атака вверх. Вниз плюс Х, атака такая на земле. То есть у каждого оружия, так понимаю, что еще будет целая пачка разных комбинаций атак. Нифига себе. Так, зарядите прицелиться. Удерживайте, Игрик отбрасывание. Полностью заряженное. Ага, вот так можно. Можно наверх отбрасывать. Можно вниз как-то вдемяшивать, не знаю. Х в нейтральном воздухе еще есть особые движения. Нифига себе тут, блин, опции так-то. Тут, то есть на каждое состояние, на каждое сочетание клавиш, у тебя есть действие. Ёлы-палы. Так, рывок можно делать. Окей, выстрел. Я так понимаю, что у нас Х основная атака какая-то, Игрик какой-то дополнительный навык, не знаю. Б это что-то дальнее. ЛТ, может сказать, ульта будет, не знаю. Действие пока что не доступно. Низ плюс А спуск в платформу. Это мы знаем тоже, это понятно. А если мы сломаем этот манекен, то придет следующий, соответственно. Так, хорошо. Мне что-то еще тут надо? Нет, мне, по-моему, можно идти дальше, в принципе. Основа обучения плюс-минус ясны. Так, начать забег, да? Окей. Без затянутого кода обучения. Основа есть. И поехали, предел. Первая локация. У нас таймер сверху справа, я включил себе. Чтобы вам тоже было видно, что так. Мало ли для чего. Для наглядности и так далее. Так, наш первый побежденный враг. Получить благословение духа. Будем сегодня знакомиться с всякими комнатами и прочим. Ой, какой. Какой. Какой у нас тут. Тот самый-то, а? Волчонок такой красивый. Хилумин предлагает вам одно благословение. Стилистика прикольной игрушечки. Ранищие отбрасывания. Ваше отбрасывание наносит больше урона и накладывает на врагов ран на 6 секунд. Урон отбрасывания плюс 30%. Рана это ваш атакит шанс 30. Плюс 3% за заряд нанесут критический урон. Ранищая атака. Ваша атака наносит больше урона и накладывает на врагов ран на 5 секунд. Урон атаки плюс 20%. Я только что это снизу. Нам есть стат какой-то пассивный, мы добавляем, а сверху... То есть урон атаки 20%. А сверху это дополнительно какой-то эффект. Так, воющий выстрел. Редкая. Ваш выстрел превращается в вой, который носит урон в радиусе вокруг вас и накладывает 3 заряда раны на 3 секунды. Урон выстрела 60. Раны это ваш атакит шанс плюс 3% за заряд нанесут критический урон. То есть рана не накладывает какое-то кровотечение. Это именно увеличивает нам шанс крита. За каждый стак на 3%. А криты в 2 раза сильнее бьют. Давайте попробуем вот это взять. Оно редкое типа. Посмотрим, как у нас что будет меняться. Так, выйти из комнаты. И у нас вот такая вот здесь карта. Такая классическая, напоминает как Эспайра. Во многих других играх тоже так используется. Символ жизненной силы. Смотрите-ка, судя по всему, пока мы еще не исследовали какие-то комнаты, у нас не пишется, что это такое. То есть надо сначала посетить комнату, потом нам будет писаться, что она из себя представляет. Так, эти мыши вот так делают. Наложили им раны. Тихо. Окей, хорошо. Такая, знаете, я бы сказал, что здесь слэшерная составляющая, наверное. Потому что очень много так всяких действий. Динамичный гейп получается. Можем всякие комбинации крутить. Так, получить либо это, либо это. Что из этого нам нужно? А черт его знает. Боевая руна плюс 1, допустим. Получить плюс 25 максимального хп. Хорошо. Будет полезно весьма для меня. Так, тут можно отправиться в залежи пыли, либо же сундук с реликвией, либо священные кости. Давайте сундук с реликвией, допустим, пойдем. Ознакомимся с предметами, что они здесь будут делать. Так, у нас есть тут такой еще навык. То есть получается, что Y это отталкивание. У нас сильное такое. Можно тем самым кучковать врагов, например, кстати. Так, 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 так. Теперь делаем боем. Шанс крита ему, ну, как у добавляем, получается. Оф, первое, что вы получили. Победите 5 врагов в одной комнате, используя оттуда растену. Окей. Тут вам 40 ачивок в игре в Steam, если здесь не ошибаюсь. Так, сундучки у нас что? Кинжал быстрой кары. Враги убитые в течение 5 секунд после появления дают плюс 20 портонов пыли и сущности. Ага, то есть надо убивать... А, на релике есть слоты. Смотрите-ка, у нас ограничение по слотам идет. Хорошо. Солеш, Келумин или Мишвет. Я так понимаю, что это духи, которые будут мне... Это улучшение одной из трех благословений духов. Это, возможно, тоже какие-то духи с улучшениями, не знаю даже. Можно Келумина походить активно сейчас, например. Вдруг там будет что-то крутое, если мы несколько раз на него сходим. А у меня он тут типа подряд его так много встречает. Давайте попробуем так сделать, а. Мало ли будут какие-то подходящие для меня апгрейды. Соответственно, ребят, здесь эта игра такая из разряда... Знаете, как Have a Nice Death можно вспомнить тоже. Важно продумывать какую-то ротацию своих действий. Ты набираешь себе какие-то оружки и прочее. О, какой скорпиевуша большой. О, блин, у него и щит, и у него и хвост. Хвостик рабочий, скажем так, да? Оп, пробили щит. Ага, когда пробиваешь щит, враг оглушается на какое-то время. Хорошо. Получить плюс один свиток или получить плюс одну вот эту руну? Еще одну. Давайте свиток, допустим, получим в этот раз. Тайный свиток плюс один. Получить благосостояние духа. Это, конечно, благосостояние духа. Это у нас наград за комнату, а этот статуй дополнительно что-то еще дает. Раньше отбрасывание. Это мы видели. Шанс крита 3%. Вы получаете базовый шанс наносить критический урон просто стабильно на все атаки. Затенение. Враги, загораживающие друг друга, получают бонусный урон от вашей атаки, отбрасывания и выстрела. Загораживающие друг друга. А, типа, которые рядом друг с другом стоят. Фига. Забавная такая штука, кстати, я не встречал такого, по-моему, врага лика своего, знаете, у которого такие вот 2D-шные платформеры и так далее. Где враги могут так вместе находиться. То есть, если они вот в одном месте стоят, условно говоря, да? Вот как сейчас они загораживают один другого, да? То по ним идет баф. Соответственно, это хорошо работает на толпы, получается, такие некие. Забавный такой эффект обыгрывания. Нюансов, скажем так, некоторых. Так, аккуратненько давай. У нас есть даблджамп, да? Такая небольшая пауза происходит, когда мы атакуем. Я пока что к динамике, к темпу игры, точнее, не особо пока приноровился. У нас есть определенные такие локи. Небольшие такие паузы после атак. Чпуньк. Пока что все так достаточно спокойно. А, кстати, мы же можем от стенок еще отталкиваться, да, при желании. Летающая муха-то противная. Достань до нее попробовать. Хотя у нас есть вообще-то всякие атаки, которые... А, знаете, что с мухой надо делать? Наверное, с мухой надо... Надо ее, наверное, сбивать, да? Блин, я пока делаю атаку, короче говоря, у меня перс падает. Об стенке можно шмякать еще хорошенько. Надо ее скидывать с воздуха просто. Лунный шарм. Так, критический рывок. Ваш рывок носит урон в два раза и наносит на врагов раунд на три секунды. Рывок носит урон в два раза. А раньше он, типа, на один раз наносил, чуть не обращал внимания, если честно. Созвездие. Выносите бонус на критический урон за каждое имеющееся богословение хотя бы с одним блестящим самоцветом. Блестящий самоцвет используется для повышения силы большинства благословений и духов. К одному богословению можно применить максимум три самоцвета. Как-то странно здесь немножечко вот этот воздух вокруг него идет, как будто у него кадров не хватает. Типа, вроде сделали анимацию, но она такая максимально прерывистая. Не знаю, я прям корежу тут немножко. Лунный шрам. Редко. Вы прыгаете по диагонали вверх и накладываете на пораженных врагов три раны. Три заряда раны. На пять секунд. Затем вы наносите рассекающий удар вниз, перезарядка семь секунд. Прыгайте по диагонали. Угоди, это... А, это на ЛТ действует. У нас новая опция открывается. Хорошо, это нам пригодится вполне. Божественная лавка. Это по-что-то у нас магазин, скорее всего, местный будет, да? На который у меня хватает денег только на плюс 33% здоровья. Это хилка или это увеличение хп именно? Давайте поговорим. О, понял. Что я нихрена не понял, как говорится, да? Ох, нифига. Вот так у нас менюшечка выглядит. Предел, комната 6. Вот это у нас, соответственно, какие-то... А, это апгрейды... А, смотрите, получается, что у нас есть базовый набор. Это молот, отбивашка и выстрел, да? То, что изначально, с чем мы стартуем за персонажа. А потом мы можем на эти слоты, в принципе, взять себе что-то другое. Что-то, что будет лучше работать, как раз. Что-то усиленное уже. Как оружки в забеге, условно говоря, да? И на рывок тоже апгрейд. То есть, знаете, как в Хейдос, например. Ты тоже можешь там рывок себе сделать к определенной стихии, там, и так далее. А вот это у нас заменяет наши базовые атаки на какие-то тоже особенные. Три релика, есть благословения, которые за слоты не занимают. Возможно, что мы вот сейчас идем по Келумину, этому духу, да? И у него определенные навыки есть. Если бы пошли по-другому, мы могли бы найти другие оружки, например. Типа того. Божественные духи. А вот Келумин, кстати говоря. Один из великих божественных духов из другого мира. Келумин — это воплощение Луны. Вечный спутник, приглядывающий за человечеством. Говорят, что он лучше других духов способен понимать людей. Ведь Луна, подобно человеческой душе, способна проходить фазы света и тьмы. Даже в самый одинокий час Луна освещает ваш путь. Пусть она поможет вам в странствиях. И тут есть, соответственно, такие же другие. То есть здесь вариантов, с чем можно поиграть, достаточно много. Я так понимаю. Не факт, что еще у одного духа только один навык можно взять. Может, у него разные тоже имеются какие-то. Так, есть персонажи воин предвестия. Есть торговец. Ох ты, блин, тут логов-то. Будь здоров, сколько на самом деле, ребят. Наверное, я все эти логи читать не буду, потому что я задолбаюсь. Это будет просто очень-очень долго. На всех монстров, соответственно, враги есть тут. О, тут их много, короче говоря. Ресурсы всякие. То есть здесь можно все почитать. Вспомнить, что для чего нужно. Что что означает. 4% здесь, 27% здесь. 7% врагов. 40% тут. Боевой молоток-топор. Наше оружие. А, это только стартовое оружие. Здесь это столько стартовых оружий можно взять, типа, как вот на базовые, да? Области. Здесь у нас карта. Вот так, ребята, у нас будет денюшечка, в общем-то, да. Я, наверное, хиляться пока что не буду. Я не знаю, у нас хилки как-то на этаже встречаются сами по себе или нет. Мишвед или киломин. Ну, давайте попробуем еще раз на киломин. Попробуем вот сейчас, допустим, сделать этот на него больше. Допустим. Пробиваем ему щит и теперь его спокойно сносим. Скорее всего, какие-то атаки разные, ну, разное количество накладывают этого самого, в том числе пробивания. На, на, на. Ауч. Немножко я себя, не знаю, таким, знаете, слишком быстро я на землю как-то падаю, как будто бы. Как будто я прыгаю, да, я начинаю нажимать атаку. У меня такое ощущение, что я должен в воздухе зависать, чтобы успеть ударить. А у меня перс падает, а он бьет не там, где я находился, когда начинал свою атаку. Где-то, типа, игра выглядит очень плавно, а где-то местами у меня идут такие, типа, мини-паузы, которые подтормаживают постоянно при ударах. Странно-то ощущается слегка, если честно. Так, критический рывок, вот улучшение на рывок, да. Энтропическая гармония и некритические попадания по врагам под действием раны повышают шанс вашего критического урона. Эффект сбрасывается, когда вы наносите критический урон. А, типа, некритический поддай под воздействием раны. Короче говоря, если на враге есть страна, то ты себе не критами повышаешь шанс крита, когда крит прокнул сбрасывается. Глубокий разрыв, теряемое здоровье минус 10%, враги под действием раны, не являющиеся боссами, мгновенно теряют часть здоровья. При получении критического урона, перерядка 1 секунда. Ага, то есть это так дополнительно оттекает именно по процентке, по процентовке. Давайте возьмем себе баф на рывок, например. У нас будет теперь какой-то особый рывок, который так вот кровоточит еще тоже. Ран накладывает. Киллумин, я так понимаю, что играет, в принципе, от критов, от накладывания ран, судя по всему. То есть с этого духа ты накладываешь именно этот статус, играешь именно от таких параметров. Соответственно, важно, например, прокачивать силу крита. Шанс крита у тебя в той или иной степени будет от его прокачек. Ну, возможно, стоит еще там больше добавлять его, например, там и так далее. Чпоньки-чпоньки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какой-то бешеный. Где-то бывает достаточно так долго ты атакуешься своими атаками. Чпоньки-чпоньки. Ух ты, блин, тут больше рогов уже начинает идти. Но постепенно, я думаю, что приноровишься. Не знаю, мне после Dead Cells, после Astral Ascent, я себя таким дубовым, если честно, чувствую. Типа после каждой атаки вот эти вот мини-подфриживания, которые специально сделаны, как бы специально задуманы, у меня, честно говоря, немного напрягаются. Сходу могу сказать. Так, открываем. Это у нас релик. Опаловые четки. Найденное благословение духов, шансов 16% имеют дары повышенной редкости или являются синергетическими. Синергическими. Ага, то есть это, судя по всему, какие-то синергии есть, как в Heides можно вспомнить еще, например. Загадочная смесь Яры. Даже сама Яра точно не знает, как она действует. Принимайте на свой страх и риск. Что-то подозрительное. Древесный электросок. Сначала прочитал электрососок и такой думаю, что... Электросок, да. Дает 10% к скорости атаки. Боевые комнаты 5. А, это типа на время бафы, да? Это тоже можно вспомнить, как в Heides были какие-то благословения, которые вот на время тебе баф давали, собственно. На комнаты. Ну и в многих других играх тоже такое есть, на самом деле. Просто я и на Heides сейчас вспомнил. Шанс, что волна врагов не появится, забавно. Ваши выстрелы у нас плюс 60% урона. Давайте возьмем себе рандомчик вот этот вот. Что это у нас такое? Загадочная смесь Яры. Испытать загадочную смесь Яры. И что она мне дала? Взаимодействие Яра. Так-так, кто он тут у нас? Я Яра, а этот парень даму. А, этот черепаха. Я даже не обратил внимание на него. Он не особо разговорчивый. Спасибо за помощь. Если тебе нужно усиление, сгни на наши товары. Окей. Погнали на выход из комнаты. И божественная лавка. Тратьте пыль на покупку в Благословении или других товаров. Да, мы здесь уже были. Сейчас мы как раз и что-то явно купим. Я думаю, хилку, скорее всего, вот это, да? 55 хп. Да, это была именно хилка. Я так и понимал. Потому что вряд ли будет повышение максимального хп столько стоить. Тут у нас Благословение отдельное. То есть дополнительное улучшение еще. Что в идеале то, на что надо в первую очередь тратиться. Мы не можем его понять. Может быть, позже поймем, что он говорит. Но сейчас у меня не было на это золота. Будь с боссом. Окей, давайте посмотрим, что он себя представляет. У меня бывает такая традиция, что я на первом забеге в играх прям обсираюсь только в путь, а потом все прохожу с первых попыток. Не знаю, как оно будет здесь. Значит, это правда. Вечное пламя вспыхнуло вновь. Я знаю, что ты пытаешься сделать. Все равно ты нас не остановишь. Ты лишь безымянная пешка. И с тобой скоро пожертвую. И тобой. Позволь тебе сказать. Стойкая часовая. Так, хорошо. Ох ты, блин, нет. Нехорошо, нихрена. Иди-ка. Ну, какие-то комбинации тут что-то крутят. Тихо. Что-то я не до конца все это самое выкупаю. Вот это вот атака очень противная, потому что... Ёлы-палы, у меня еще... Такое ощущение, что я как на льду. У меня... Я скольжу. Слово, не знаю. Держи. Блин, она мяч сейчас угрохает. Первый босс, да. Абсолютно точно, абсолютно спокойно. Больно бьет. Весьма... Прыгай туда-сюда. Нет. У меня хп нет, нифига. Тихо-тихо-тихо, мячи. Нет. Прыбок на перезарядке. А, у рывка перезарядки есть еще. Еще у меня есть вот такая вот атака, про которую я только сейчас вспомнил, если честно. Тихо. Не трожь. Нет, он мяч сейчас добьет. Блин, я почти снес, ведь. Блин, было бы так красиво, если бы я сначала слил все хп, а потом ее вынес почти до конца полностью доджа хорошо. Ну, я говорю, у меня бывает такое вот с первого забега, в даже простой игре, я беру вздыхаю, а потом все сходу прохожу, например. Не знаю, что за такая традиция, что за мания такая, зафелить вначале, а потом все нормально проходить. Не, а я знал, знал, что ты придешь. Добро пожаловать в храм. Меня зовут Тип. Я смотритель храма, приятно познакомиться. Когда пламя погасло, ушла и сила, которая оберегала это место. Местным жителям пришлось искать новое убежище. Но когда мы увидели поднимающийся дым, то сбросились обратно, пророчество сбылось. Извини, что здесь такой беспорядок. Надеюсь, теперь ориентироваться будет проще. Впрочем, если бы не эти шипы порчи... Кстати, с тобой хочет поболтать Медиум. Вроде бы у него есть план. Медиум знает, что делать с этими шипами. А пока что тебе придется использовать РТ-рывок, чтобы через них пробраться. Понимаю, раздражает. А, окей, это типа про то, как эти шипы бы убрать. А Медиум у нас где находится? Странно, так камеры перемещаются. Не знаю, даже мне трудно это сформулировать. Трудно объяснить, что именно. Как будто бы, не знаю, в других играх-платформерах она перемещается как-то комфортнее, что ли. За персонажем. И здесь очень своевременно. Как будто укачивает, что ли, от такого перемещения какого-то. Оно вроде плавное, но при этом как-то... Не знаю, как сказать. Может, он наоборот резкости больше нужно. Я ждал твоего прибытия, воин-предвестия. Пусть после перерождения воспоминания о прошлой жизни канут в пустоту. Сейчас важна лишь твоя новая миссия. Однако, пока ты еще здесь, у меня будет тебе просьба. Как ты, наверное, понимаешь, этим темным шипам здесь не место. Теперь, когда вечное пламя вновь разгорелось, пора от них избавиться. Уничтожение шипов порчи. Ага, и цветки для уберить темные шипы из корняющих рам с помощью силы вечного пламени. Допустим. Как и ты, я обладаю связью с божественными духами. Глупо не пользоваться ее преимуществами. Принеси мне тайные свитки, и я дам тебе новые указы прямо из небесной канцелярии. Это их воля. А теперь иди. Тебе нужно добраться до края и открыть врата. Боюсь, это наш единственный выбор. Не бойся погибнуть, ибо смертность тебе больше не присуща. Я буду ждать твоего возвращения. Я в тебя верю, и тебе нужно продолжить путь. Телепорчик выгодит нас всех. Так, что мы можем еще здесь взять? Это, судя по всему, у нас указы. Это типа мета-прокачка, наверное, да? Куда же без нее? Священная земля может выглядеть как комната в пределе. Прикоснитесь к монументу, чтобы возник 50% здоровья. Призрачный песчаник может появиться в комнатах, разбейте его, чтобы получить от 10 до 20 пыль. Давайте, допустим, это, это, конечно, наша валюта будет какая-то. Ну, наши деньги будут больше даваться. Рунный кузнец, хочешь взять на себя ответственность, да? Или сама судьба привела тебя сюда? Как бы то ни было, в совпадение я не верю. Кстати о судьбе. Если найдешь боевые руны, то мы сможем использовать их для пробуждения нового оружия. Отложим формальности на ватон. Тебе нужно поторопиться. Ага, это типа наш молот преобразуется или что? Или это все апгрейды молота чисто? Сверху там просто куски молота, а справа вообще перчатки. Открыть альтернативные формы. А, ну тут нужно не только эти руны, тоже нужно им что-то еще. А вот тут можно только руны. Открыть и восьмой ячейки зачарования. Открывать дополнительную ячейку зачарования для этого оружия. Идеальное отбрасывание этого оружия остается доступным намного дольше после полной зарядки. Идеальное отбрасывание после... А, там же можно заряжать еще вроде бы. Полной зарядки отбрасывание. Хотя бы что-то. Так, РБ, войти сюда. Здесь у нас, соответственно, ребят, мы можем менять оружие. У нас пять пушек, судя по всему. Вот здесь были перчатки, храстки. Вот это то, что там слева отображалось. Еще какой-то лук и что-то еще есть такое. Это мы можем здесь в том числе и потестить. А, ну и все тогда. Давайте начать следующий забег. Первый блин комом. Первый блин фейлом нахрен. Я пока что не особо чувствую управление в этой игре. Потому что, да, вот как-то оно по динамике, что ли. Как будто бы, знаете, я привык больше к Астрала, Сенту и так далее. Таким играм. А тут я не могу двигаться тогда, когда я хочу. У меня сразу, как бы, такие ограничения есть небольшие. Странница добавлена. А у этого чела, кстати говоря, анимация нормально сделала. Она плавненькая. У того почему-то как странно было. Мокрый выстрел, мокрая атака, приливы раздора. Ваш выстрел. То есть это, знаете, это как боги в Хейдос. Только без такого сеттинга богов, я так понимаю, наверное. Или какой-то он свой. Ямфас. Мокрый выстрел. Ваш снаряд создает снаряды Х3, которые носят урон врагам и накладывают намокание на 5 секунд. Намокание у нас цель получает плюс 5% длительности оглушений, 20% урона от удара за стену... А, а стену за заряд. То есть намокание это на отталкивание. Всякие, об стенки бить. Причем прикольно то, что у нас на босса тоже работало. Босса тоже шмякали мы об стенку вполне себе успешно. Ваш снах носит больше урона и накладывает на врагов намокание на 6 секунд. Обычно атаку бапнуть, да? Приливы раздора. Вы наносите больше урона в комнате. Затят числа появившихся волн врагов. Давайте, наверное, мокрую атаку возьмем себе просто. Выстрел поапгрейдим себе попозже. Не знаю, тут есть причем разные блестящиеся муцветы. Давайте сюда сходим, например. Разные качества прокачки. Ох, какой мок. Я не знаю, вот если мы берем себе, условно говоря, прокачку выстрела редкую и обычную. Они одни и те же, просто разные статы будут иметь. Или это все-таки, в принципе, сами по себе прокачки даже разные. Не знаю, еще узнаем. Древлещий уголь. Я думаю, что здесь на статую мы просто выбираем награду, которая нам на мету идет. Всякую. Мокрая атака. Апгрейд. Ага, кристалл это значит улучшение. Текущего. Одного из наших свитков, условно говоря. Очень напоминает механику в Хейдес, реально. А зал вон. Ну давайте. Хотя там справа кристальчик есть. Ну давайте на зал вон у нас ходим. Посмотрим, что предлагает нам какой-то передовый медвежонок или типа того, не знаю. Есть ли враг без щита? Я так понимаю, что я могу его свободно забивать, да? Он нам ничего сделать не может. Кстати говоря, тоже Хейдес напоминает. Мне, честно говоря, реализация механики в Хейдес не очень нравилась, потому что там многие враги просто ты их, блин, забиваешь, и они ничего тебе сделать физически не могут. А чтобы не было такого, там добавили типа щиты. Но здесь я смотрю, отличие в том, что враги отлетают, как-то их так забить, когда их несколько, так не получается. Там как будто проще скучковать врагов и зафигачить тех, если они без щитов. Посмотрим еще, как ты покажешь себя со временем. Залбун — это у нас такой енотик. У него, кстати, тоже сниматься как будто кадров не хватает. Странно так сделано. Сумеречный рывок. За вашим врагом следует отложенный рассекающий удар, который накладывает на врагов замешательство на 3 секунды. То есть у каждого есть свой статус какой-то. Цель получает к урону при ударе со спины. Аспект шипов. Трупы врагов оставляют летость шипов, носящие урон, наступающие на них врагов в течение 5 секунд. Вы получаете базовый шанс уклонения. Давайте базовый шанс уклонения. Я не хочу сейчас брать такой рывок себе и брать такой апгрейд, который работать на 8 не будет. Повышать максимальное хп, либо же релик. Давайте повышать максимальное хп, как будто бы мне сейчас реально хп будет полезнее всего. Потому что, ну, когда ты начинаешь играть, тебе реально большой какой-то урон и так далее. Он не настолько сильно раскроет, сколько поможет тебе максимальное хп, которое позволит больше просто посмотреть и увидеть всякое. Понятно, что больше урона ты меньше хп тоже тратить можешь. Но за счетой бывает, что в начале тебе какой-то хп все-таки полезнее бывает. Больше удается посмотреть. Конечно, про дамаг стоит не забывать. Но в начале бывает такое, что в хп стоит больше вкладываться, чем в идеале в будущем. Сундук с реликвией и поехали. Оп. Это же можем зарядить вот так. И сделать мега-отталкивание. И это мега-отталкивание, оно мало то, что мега-отталкивание, так оно еще очень сильно пробивает щиты врагов. Про это надо тоже не забывать. Ну и ждать, так боссу, конечно, прийти с фулл хп будет. Ай! Добил, наконец-то. На тебе вот так вот, бунька. В стенке реально, кстати, ряш мякоть очень ощутимо, очень-очень помогает, очень приятно. Кольцо геоманта. Если вы находитесь на земле, отбрасывание носит плюс 16% урона. Если вы находитесь в воздухе, атаки носит больше урона. Плюс 67% урона рывка еще. Окей, кольцо второго уровня какое-то. Смотрите, у нас сейчас базовая атака, она усилена. Но Y все равно наш дополнительный навык, как бы, довольно, ну, отталкивающая атака. Она все равно пробивает щиты, наверное, и отталкивает лучше. Что-то больше мне хочется юзаться сейчас, я даже не знаю. Прикольно, что перед боссом, судя по всему, гарантированно всегда будет идти в магазин, да? Можно будет всегда полечиться где-то, потратить золото и так далее. Потому что в этом игре такая тема, что, типа... Ты сходил в магазин, дальше копишь золото, а магазина больше не будет. У тебя уже впереди битва с боссом, собственно, только лишь. Особенно это неприятно, когда в конце финальный босс, а у тебя деньги копятся перед ним, и их слить некуда в конце. Бывает такое частенько. Чпоник. У нас много разных кнопочек, но в основном сейчас я пользуюсь, на самом деле, обычной атакой чаще. Так, мы взяли себе какие-то страницы добавлено. Опа. Скрытый разлом. Ну, кем я буду, если я не схожу сюда? У нас справа снизу еще есть какой-то, видеть, бонус очков, или типа того, какой-то счетчик X1-1. Обнаружен скрытый разлом. Порча проникла в другой мир и создала скрытый разлом. Чтобы победить врага, нужно три раза заставить его врезаться в край комнаты, пока он не сбежал. Осторожно, если вы коснетесь края комнаты, то мгновенно покинете разлом. Оу. А, он еще бить меня будет, падла. Он коснулся сейчас в край комнаты, нет? Я же его вытолкал, нет? А, стоп, это туда надо? Настолько далеко? Вы что, долбанулись? А как? Что у него за проценты? Погодите, стоп. А, наверное, проценты. Это сколько надо ему снести хп просто, да? Или когда он оглушится, например? То есть мне не надо его... Я не знаю. Что-то я сейчас... Что-то это выглядит как босс. 109% это, что такое? Может, чем больше процентов, тем он лучше улетает? Я не знаю. Он до сих пор не коснулся ни разу. У меня времени прошло уже 2 трети. У меня 0. А он еще и бьет как бы. Я думал, что он будет от меня бегать и доджить, а он бьет меня вообще-то. По-моему, это срань хуже босса. Да иди ты в пень. Он так и не коснулся. Да иди ты в баню, нахрен. Что за отстойная комната? Это что за ересь была сейчас? Подвергнусь принудительным знаниям из скрытого разлома. Я понимаю, что потом, скорее всего, я пойму, как это проходится. Но первое впечатление от комнаты прям какая-то дичь. Коснитесь разлома, которого... Надо его скинуть с разлом, которого я изначально даже не видел, потому что у меня экран просто не доставал дотуда. А ты его толкаешь, он не долетает. Он оттуда упрыгивает и улетает. Сам он стреляет, бегает агрессивно как-то, да? А ты за ним как будто бы не поспеваешь, потому что... Перс перемещается как-то, атакует не так быстро, насколько перемещается этот враг. Что-то какая-то дичь комната просто. Ну его нахрен. Потерял все хп и ничего не получил. Можно использовать, чтобы поменять предлагаемое обосновение. Или же киллубин. Давайте киллубина возьмем. Я думаю, что там валюта будет, которой можно будет просто реролить, судя по всему. Но сейчас у меня, объективно говоря, забег гораздо хуже, чем был предыдущий, потому что у меня нет... Ничего практически. Мы сейчас будем, не знаю, надеяться на магазин, но в магазине у меня тоже. Типа на магазин у меня нет большого количества денег. Отлично. Этих запинали. Это большая крыса. Но мобы, которые без щита, они, да, они, блин, скачут так вообще. Мне не хватает реально скорости бега персонажа. Он когда бьет, он стоит на месте чисто. Хочется, чтобы он как будто бы когда атакую, чтобы он перемещаться мог. Знаете, типа так, ближе к тому, что как Децелс, например, сделан как в Астрала Сен. А здесь получается, что атаки, они такие вот... Их ты делаешь гораздо меньше, их надо гораздо более тщательно подбирать в момент, что ли. Потому что ты делаешь их медленно, у тебя лох идет, такой ощутимо весьма. Ты не продвигаешься вперед. Не так это динамично, в общем-то, да есть, как в некоторых других играх, которые мне были же знакомы. Острые когти, вы получаете базовый шанс нанести критический урон. Не хочу, ваш множественный сущностей может повыситься больше стандартного лимита. Но это который справа снизу у меня, который мне понятно, что делать. Сущность дается за убийство врагов, атакует врагов, избегая урона, чтобы повысить множественный и получить еще больше сущностей. Что такое сущность дает мне, неизвестно. Типа сказано, типа, ну больше сущностей будет, спасибо, а что это делать, не знаю. С этим еще позже разберемся. Воющий выстрел, вот это берем с себя, потому что это хотя бы какой-то баф для меня. Остальное у меня как будто очень такие абстрактные какие-то эффекты. И хилка в 33% меня вообще сейчас не затащит, при этом у меня тут типа благословения брать мне тоже не подходит. Надо брать хилку. Но денег остается целой кучей, они уходят никуда, возможно. Битва с боссом, надо бы сейчас не обосраться с ней. Мне сейчас кажется, что я буду... Видимо, тебе еще все очень непонятно, это конец твоего пути. Я как там... Я вот так и знал, почему-то, вот не знаю... Вроде я там подразобрался с ней лучше, как там с ней сражаться, да? Но сейчас вот начну типа заново. И начну снова агрессивно отхватывать прям подряд. У меня четко было такое ощущение почему-то. На тебе пробили щит наконец-таки. Бей ее, бей, пока щит не работает. А, нет, она все еще атакует сама. Но ее можно легко оглушать в этот момент. На, об стеночку. Так, но не перебарщиваем. Так, снова щит восстановила. Тихо-тихо-тихо. На, по тыкве. Пробил, хорошо. А! Надеялся, что успею рывок сделать, но опять же у меня был лог. Я не мог двигаться в нужный во мне момент, к сожалению. После атаки. Так, мечи сверху. Было близко. Есть пробил щит. Так, она дальше станет агрессивнее или нет? Там в прошлый раз как-то она остановилась агрессивнее, но не уверен, что это было связано с хп или чем-то еще таким. У нее 45. Ой, у меня 45, точнее, у нее тоже не очень много. А, смотрите-ка, она, судя по всему, блокирует иногда мой... Мой выстрел своим мечом. Когда у нее есть такая возможность. При этом радует, что пока у нее есть щит, по ней дамаг все равно, как он проходит, это именно... Есть! Добил ее в этот раз. Так, хорошо. Хотя забег у нас был, я говорю, гораздо слабее, чем предыдущий, и хп было меньше изначально вроде бы. Но вот теперь понятно уже. Даже если ты доберешься до конца пути, уже слишком поздно. Порчи повсюду, а врата закрыты. Ух, опять это чувство. Давно его не было. Это еще не конец. Так, получить плюс один либо эту, либо получить плюс один эту. Давайте, допустим, вот эту. Вечный пепел. А, нет, это и то, и другое нам дают. Хорошо. Страницы добавляются, так понятно, что там страницы боссов и так далее. Но я эти страницы, ребят, чекать не буду, потому что если я буду даже давать, там, не знаю, по три секунды на каше, чтобы вы могли там поставить на фаузу почитать, это будет, не знаю, две минуты листания... Скажем так, процесс не очень прикольный. Не думаю, что эти логи все-таки большинству нужны. Так, ты у нас кто такая, мадама? Поговорить. Стражница святилища. Древнее пламя, основа из бытовых голод. Испепели сущность и получишь награду. Ага, вот куда мне сущность нужна. Парящее отбрасывание. Великое зачарование. Если вы заряжаете отбрасывание в воздухе, то падаете медленнее. Каждое отбрасывание, примененное в воздухе, наносит плюс 30 протентов урона. Замудрен. Очень много всяких. У нас действий механик. На самом деле появляется так, который можно использовать. Потому что у нас базовый арсенал. Это, не знаю, атак штук 10, наверное, разных. А мы к этому еще сверху всякие условия добавляем. Поэтому сейчас у меня немного так. Запутаться в этом можно сколько тут всего. Другое дело, что... Смотрите, у нас есть, типа, обычная атака. Есть атака, когда я бегу вперед вроде бы, да? Она меня толкает. Обычная атака вот так вот выглядит. Атака вперед иначе. Есть атака вниз. Есть атака наверх. Есть атака вот такая. Это только с иксом. А дальше у нас у Y еще есть зарядка. Обычный удар с зарядкой. Есть будет в воздухе зарядка. Будет... Что-то если нажать вроде бы и вверх, и плюс... То есть с каждой клавишей атаки из обычных двух, да, у нас... Направление движения еще можете действовать, в общем-то, да. Целая куча опций всякие. Раскол неба. Великое зачарование. Воздушная атака. Вниз выпускает снаряды X3. Вносящие 50 урона, если ваше падение длится минимум 0,2 секунды. Передрядка 2 секунды. Ага. Если ты долго падаешь. То есть у нас с большой высоты. Вот так вот хватит мне или нет, не уверен. Точность ваша попадания по удачному месту носит плюс 25% урона. По удачному месту. Вот у кого-то есть удачные места. Я разы контролирую, куда впаду. Ваша идеальная браса носит больше урона. Вы носите больше урона элитным врагам. Давайте возьмем себе раскол неба, допустим, вот этот. И пока что, в общем-то, все. Вот такие себе апгрейды. То есть у нас реально тут... У нас есть боевой молоток-топор. Это апгрейды именно нашего оружия. Есть трелики. Есть просто пассивки. А есть дополнительные модификаторы на наше оружие. На наши прочие способности. Вот так вот. И оружие у нас там в 5 штук, которые мы можем разными менять. Забеги там. Ну, точнее не забеги менять, а забеги с разными оружиями делать. Вот так вот. Солеш, келумин или залвун. Так, ну давайте на солеша. Сходим, посмотрим, что он у тебя представляет тоже. Так, вторая локация какая-то грибная такая. Зелененькая вот с тристика. Мне очень такая нравится. Приятная такая. Яркая. Вот, видите, три выстрела к раз-таки, которые там. Про которые и говорилось как раз. Так, так, так. Это что-то... Ага, окей. Что-то взрывающийся. Остается после него. Солеш, это у нас такой вот феникс, у которого тоже с огнем почему-то анимация весьма дерганая. Ну, типа... Ну, кадров не хватает. Я не знаю. Опаляющие отбрасывания. Может быть, специально так сделал на постели, но кажется, реально у него какой-то отрывисты очень. Опаляющие отбрасывания. Нередко. Ваши отбрасывания носят больше урона и накладывают на врагов ожог на 5 секунд. Именно отбрасывание. Ожог. Цель получает 5 урона за заряд в секунду. То есть такается по количеству еще. Ваше отбрасывание. Это имеется в виду атака на игрек с отбрасыванием или когда ты можешь именно оттолкнуть врага. Нажмите игрек, чтобы нанести урона и оттолкнуть. Ага, отбрасывание это просто клавиша игрек. Это не факт самого отбрасывания. Потому что если враг под щитом, он не отбрасывается, как бы вроде бы. Костер. Ваше состояние действует дольше, на 20%. То есть все эффекты пассивные. Накаливание. Если ваш множественный сущностей выше полтора, вы можете каждую... Каждую секунду наносить урон по области, которую накладывают ожог. Но это типа надо много сущностей иметь. Множитель точнее. Давайте возьмем себя паляющие отбрасывания, допустим. Множственный сущностей. Я не знаю от чего он стакается у нас потихонечку. У нас вправо снизу здесь шкала, понятно. Так, нахрен этот разлом. Я сейчас в него не хочу идти точно. Чтобы очистить разлом и получить награду. Победите порождение порчи. Ну, нахрен это порождение порчи. Ну, какая-то ересь, блин. Минус комнаты. Это вы знаете, типа, как комнаты испытаний всякие, да, в играх. Которые тебе вроде бы... Они дают настолько большой апгрейд, что тебе обязательно надо бы как бы в них идти. Но если ты не проигрываешь там, то ты, во-первых, теряешь хп, не получаешь награду. И как бы целая куча минусов одновременно у тебя идет. И поначалу это комната, в которой абсолютно не хочется ходить. Вот типа такого, я бы сказал, впечатления. Как в Heaven's Day тоже были комнаты испытания, в которых могут быть очень крутые награды. Но ты с большой вероятностью можешь там ничего не получить. Вот так вот. Так, это апгрейд на мокрую атаку, на вуще выстрел, либо же наше отбрасывание. Ну, наверное, я даже не знаю, что это лучше. Давайте на отбрасывание, допустим, оно типа синего качества. Возможно, его лучше прокачивать тогда так. Не знаю. Как-то, возможно, здесь качество можно будет... Блин, я бы на релик сказал. Давайте на залу у нас ходим, допустим, посмотрим, что у нас нам. А потом на релик после него. Так, это что такое еще? Ну, враги без щитов пока что выглядят вроде бы более-менее безобидными. А, это цветок, который пожирает как меня, так и врагов, судя по всему. Это такая некая ловушечка. Оп, куч пытается сделать. Окей, вот это, кстати, интересная идея. Можно использовать местность для того, чтобы сжирать туда, например, вот так вот скидывать врагов. На тебе. Отлично. Так, это еще прыгает, взрывается. Давайте плюс один. Плюс один свиток, допустим. Благословение духа. Снимай спутник. Вы создаете клона, который повторяет ваши атаки. Это ЛТ. В течение 7 секунд клон накладывает на пораженных врагов замешательство. Замешательство у нас... А, это который со спины получает больше урона. Удерживайте ЛТ, чтобы клон остановился и подождал. Перезарядка 10 секунд. Урон клона 25% от нашего, я так понимаю, да? Если у вас 30% здоровья или меньше, вы наносите больше урона и получаете бонус к шансу уклонения. После убийства врага другие враги поблизости с некоторым шансом могут отменить свои атаки и получить оглушение на одну секунду. Давайте вот это возьмем себе. Клона создадим. Да, это как раз таки наша ульта. То, что мне потенциально нужно. Так, здесь у нас ничего нет. Хотя вот этот декор, сэр, можно немножко ломать. Такие пушины вазы. Не знаю, в них что-то можно найти или нет. Еще узнаем, возможно. Так, давайте... А вот, не знаю, даже релик идти. Потому что релики, они тоже, типа, здесь ценные. Их всего лишь три штучки. Надо их граната подбирать. А с другой стороны нам предлагают взять здесь... Духа еще одного. В магазин я бы в конце скорее предпочел бы сходить. Вряд ли сейчас мне хочется... За магазином это что-то большое. Так, заряжаем. На тебе вот так. Враги прям улетают капец сильно с этих отбрасываний. Но в том, наверное, и смысл, собственно. У тебя же есть обычно таки, которые так жестко не толкают играть. Ими пользуюсь, если не хочешь, чтобы враги улетали. Так, давайте вызовем клона, например. Вот так у нас клон выглядит. А, смотрите. То есть я могу с ним синхронизироваться? Да, блин, какие враги неприятные. Снаряд вроде можно оттолкнуть. Я так понимаю. Так, это что за хавальник? Я не знаю. Эта игра выглядит максимально просто, как будто вы медлительно. Так, да? Но при этом как будто бы я себя ощущаю топорный. Из-за этого как будто... Она выглядит просто. А доджить в ней проблематично. То есть, типа, в клетках геймплей выглядит сложнее, а он... Как сказать? Я даже не знаю, как это объяснить. В этой игре ты чувствуешь себя более беспомощным, что ли? Потому что темп, он как бы другой. Я не пытаюсь там с клетками сравнить. Понятно, что темп может быть совершенно разным. А как будто бы ты не можешь делать то, что... То действие, на которое я способен, что ли? Я не знаю, как сказать. Выглядит все максимально примитивно, но при этом как-то немного местами неудобно, что ли. Во что я уткнулся сейчас? Так, это бафы на время. Честно, я не то, что хочется тратиться. Но давайте загадочную смесь яр возьмем. Черт, узнать, что он делает. А-а-а! Это рандомная еда. Минус 9% скорости перезарядки. У вас знает 11% здоровья за прохождение боевой комнаты. Минус 13% атаки. Боевой комнаты 6. Действует. То есть, у меня скоро будет босс. Мы не успеем отхиляться, но при этом будем понижен уроном. Иметь на босса, да? Спасибо. Механизм маны. Ваш выстрел и содействие наносит плюс 150% урона при первом применении в каждой комнате боевой. И плюс 76% урона рывка. Окей, хорош релик. Вроде как на кома-то весьма так. Сколько на боевых комнат мы сейчас еще пройдем? Давайте возьмем себя на РХП. Мне, по-моему, здоровье сейчас очень нужно восстановить как-то. Такс. Визуальная стилистика, набор параметров, мне нравится. Меня напрягает немножечко какая-то такая, знаете, странноватая плавность и управление персом. Не знаю, как это объяснить. Вообще большинство, на самом деле, атак мы их будто бы даже... Типа, прожимаешь просто на Х, да? Не задумываешься о том, какую клавишку нажимать, типа, вниз плюс... Икс там, обычный Икс. Встали вместе с движением вверх. Как будто у чего попало. Тыкаешь скорее. Типа, нет такой прям принципиально большой разницы между вот этими... Между разными опциями использовать базовую атаку. И ХП, надо сказать, что здесь, типа, каждая пичка, она очень ощутила. Мне очень нравятся игры, в которых вот... Ты можешь время от времени отхватывать, да? И тебе подхиливают. Это позволяет тебе не... Не зажиматься, как-то, да? Не играть постоянно максимально сиевого. То есть, например, как в Astral Ascent, как в Skull, например, да? А в клетках, если ты отхватил разочек, это для тебя целая катастрофа потом. Но в клетках темп игры другой, например. Хотя тут и количество ударов такого большого, например, нет от врагов. Тоже надо понимать. Пять. Давай! Очень быстро, как-то я вниз падаю с прыжка. Еще у меня такое впечатление, как будто бы не знаю. Это бывает реально, не успеваешь сделать какую-то нормальную атаку. Такс. В этот раз, давайте, наверное, возьмем себе руну, допустим, я не знаю. Получить благосновение духа. Опаляющий рывок. Рывок создает пламенную птицу, которая бросается вперед, наносит урон и накладывает ожог на 3 секунды. Возрождение солнца. Когда враги появляются в комнате, то получают заряд ожога на 5 секунд. Два заряда. Крылья пламени. Вы получаете плюс один прыжок в воздухе, а при прыжке в воздухе вы расправляетесь пламенные крылья, которые наносит урон. До прыжок. Ну, давайте возьмем, допустим. Может быть, это будет мне реально полезно. Если рядом с врагом будем прыгать, то будем его еще и, наверное, подпалять как-то. А давайте на сундук с реликом. У нас еще третий релик есть незаполненный. Учитывая, что релики вроде как здесь весьма сильно решают, я понимаю, то пускай, может быть, и будут. Так, вызываем духа. Когда у тебя уже навыки набираются, твоя ротация становится интереснее. Надо бы ее вот так продумывать. Можно сделать прям интересные, весьма приятные комбинации какие-то крутить. И совершенно по-разному, соответственно, соединять, сочетать своих вот этих духов. То есть можно как полностью упороться в одного духа, так и комбинировать, чтобы использовать разные статусы, например. Не понимаю, когда он там атакует, то что вроде бегает, как будто пасть открывает, но вроде и не бьет. Милосердный череп. Если в комнате есть хотя бы один рак с полным здоровьем, вы наносите плюс 80% урона, плюс 22% скорости урона атаки, скорость перезарядки, ни хрена себе релики. Это типа, это кажется, что у него есть пассивный, как его особый эффект, да, с условием каким-то. А снизу просто пассивки еще, которые он дает. Очень немаленькие бонусы. Так, в принципе, у нас вот эта наша еда меня сейчас неплохо подзахиливала. Мы можем купить здесь два апгрейда и хилку, вообще идеально. Если, конечно, апгрейды у них цена не повышается после подбора первого. Опаляющий рывок, чистый лист при запуске боевых комнат. Вы наносите бонус урон, но эффект уменьшается на 5% каждую секунду. 45% базовый эффект. С 9 секунд он сойдет на 0. Птичная птица, после прыжка в воздухе ваша скорость перезарядки повышается на время до приземления или соприкосновения со стеной. Эффект сумерзу 3 раз. После прыжка в воздухе. А, то есть, смотрите, судя по всему, у нас есть, скажем так, улучшение всяких модификаторов от духов на наши основные обилки. А когда ты их прокачал, у тебя открывается, скажем так, новая ветка прокачки уже. Я взял себе огненный рывок, а теперь у нас огненные апгрейды на рывок предлагаются, например, здесь. Не знаю, могут ли нам апгрейды на рывок какие-то, знаешь, там, дальше развитие ветки рывка от другого духа попасться, когда у нас взят именно огненный. Возможно, что у персонажа, как его между духами, есть еще какие-то синергии, например. Тоже не исключаю. То есть, реально напоминает в этом плане подход Хейдоса, например. Так, критический рывок. Ваш рывок наносит урон 2 раза и накладывает рану. Абсолютное значение в вашем множестве существ может повыситься больше стандартного лимита и созвездий. Вы наносите бонусный критический урон за каждое имеющееся богостановление хотя бы с одним блестящим самоцветом. Давайте баф на рывок, наверное, возьмем себе. Можно было рерольным, кстати говоря, еще я забыл немножечко. И хиляемся. Почти фулл хп, купите все предметы в одной божественной лавке и отправляемся на второго босса, получается. Вот так вот. Так, троица лучников. Это у нас стражница маяка, я так понимаю, да? Тебе далеко удалось зайти. Впечатляет. К сожалению, мы не можем пропустить тебя дальше. Скоро ты увидишь, как сражаются истинные войны. Готовь оружие. Темная троица. Зовутся они. Ух ты, блин. Гаси. О, блин. Я даже не понял сначала, что он там делает. Хорошо. Так, духа вызываем. Так, духа подождать. Одного почти загасили. Давай. А, они бесятся дальше, они становятся агрессивнее, понял? Не все так просто тоже. Но их агр пока что выглядит весьма безобидно, потому что они просто быстрее активируют свои атаки. А нет, не только. Добавилось что-то другое еще. Добавилась новая атака. Это уже пострашнее. А, 30. По крайней мере, вот этого чела добавилось. На тебе вот так вот в лобишник. Этот почти готов. Второго вынесли, хорошо. Сейчас этот еще больше загрится, наверное, да? Последний будет сильнее всех. Ох ты, блин, лучом бьет теперь еще. А можно, хватит. Три раза подряд такую противную атаку. А как это, кто же прерывисто действует? Так. На. Хорошо. А, нет, достал. Нет. Ну как? Блин. Что с анимациями в этой игре? Я вот это не понимаю. Почему она не плавная? Зачем она сделана такой дерганой? Блин, я не знаю. Очень противоречивые у меня эмоции касаемо игры на самом деле. Типа, мне нравится подбор механик, мне нравится визуальный стиль, мне нравится то, что здесь комнаты не затянуты по времени и этажи в том числе, да? Но меня очень напрягает темп и анимации в ней. То есть вот само как будто управление и какая-то такая странноватая плавность, что ли. Вот весьма противоречивые у меня эмоции на этот счет, то что сеттинг мне, например, нравится весьма себе, да? Он приятный. Визуальный стиль тоже такой... Такой человенький. Видишь, смерть всего лишь воспоминания призрачной идеи. Ты больше не принадлежишь миру живых. Как ты собираешься попасть на край, не испытав на себе то, что тебе предстоит предотвратить? Теперь, когда вечное пламя разгорелось, его можно усилить с помощью древнющих углей. Навыки, полученные с помощью вечного пламени, сохраняются даже в случае твоей смерти. Выбирай с умом. Ну тут понятно, что у нас там есть метапрокачка, какие-то звоногих рогалики, которые небольшой фанат ее, скажем так. Но какие-то анлоки и так далее, они явно в той или иной степени, как правило, например, нужны. Но анлоки все-таки это немножечко другое, например, нежели метапрокачка. Можете получить ненужные реликвии, чтобы получить сущность. То есть скорее какие-то опции мы сейчас открываем себе. Нежели. По крайней мере, это не крутилка статов, кстати говоря. Это радует. Священная земля может выглядеть как комната в пределе. Прикоснитесь к монументу, чтобы восполнить 50% здоровья. Не знаю, что значит, но допустим, возьмем. Символ печальника. Держать 50 единиц пыли. Так-то нихрена себе 50 единиц пыли на халяву найти. Священная земля может выглядеть так, как комната на изумрудном. Что за священная земля? Это типа какой-то конкретный вид комнат? Прикоснитесь к монументу, чтобы восстановить здоровье. Это не всем понятно. По описанию сейчас что-то значит. Давайте, допустим, возьмем себе вот этот еще указ. Так, тут у нас кузнец. Здесь для тебя есть тренировочная зона. Не бойся уничтожить эти манекены. Они все выдержат. Угу. У нас типа есть... А, вот, я могу менять оружие. Для анлока оружия надо два... Два таких... Блин, я бы сейчас его анлокнул, если бы... Или ПГ... А, это вообще позднее. Окей, понял. То есть есть как апгрейды оружия твоего текущего. Тебе выгоднее играть с одним оружием, как бы, да? Ты будешь его прокачивать, но он будет мощнее всех остальных. Анлокаешь новое оружие, и оно будет слабее, как бы. Оно будет новеньким, нулевое. Другое дело, что мне сейчас вряд ли понадобятся эти апгрейды. Многие из них, возможно. Прогреть базовую форму этого оружия, дав ей бонусную пассивную силу. То есть тут много всего можно такого прокачивать и смотреть. Присциплина это будет раскрываться. Но пока что меня напрягает немного геймплейная составляющая. То есть вот именно по плавности, по удобству... Это по темпу игры, что ли? Я не знаю, как это объяснить. Реально, есть игры, знаете, такие, которые выглядят со стороны, что это как бы что-то сложное, да? А на самом деле это играется легко. Но оно выглядит прямо эффектно-сложно. А тут оно выглядит максимально все просто, но оно как-то неудобно. Из-за этого на деле ты отхватываешься в таких местах, которые вот в другой игре гораздо сложнее, как будто выглядит додж. А на деле тут как будто что-то вот, не знаю, вот это доставляет большой дискомфорт, я бы сказал. Анимация, которая вот эта вот атака, может быть ее специально так задумали, да? То есть, что она сделана такими рывками. Но по-моему это как задумка не очень, потому что она появляется как на игроке. Не знаю, гораздо, мне кажется, лучше бы смотрелось, было бы и понятнее, не так бы тебя бесило, если бы эта атака лазерная была плавной. Потому что я был уверен, что мы сейчас несем этого босса. Но что-то вот, я не знаю, как объяснить. Моментами есть какие-то, что-то неудобное такое, неприятное, что ли. Посмотрим ряд еще на игрушечку. Возможно, что впечатление изменится, как-то посмотрим, может раскроется лучше со временем. Пока такое неоднозначно противоречивая эмоция у меня на этот счет, потому что в визуальном стиле я очень хотел в нее поиграть. Но как будто бы... Не то, что у меня, знаете, бывает такое, что если ожидаешь чего-то одного, то у тебя потом разочарование бывает, когда что-то оказывается другим. У меня не было каких-то конкретных ожиданий. У меня было ожидание, типа, ну, 2D, экшн-рогалик. Вот. Как бы темп, стиль, динамика, она может быть совершенно разная. На клетках и на другой игре, например, какой-то там клин... А, как его свет, клином не сходится. Но вот тут, например, и такой геймплей, такой темп, как здесь, он тоже имеет смысл. А, еще у нас, если говоря, у нас прыжок. Его чем дольше зажимаешь, тем выше летишь еще. То есть он такой, типа, современный плавающий, или как-то сказать, не знаю. Окей, я только сейчас это понял, честно. В общем, да, что-то мне зашло в этой игрушечке, что-то приятно выглядит. Но что-то, типа, черт его знает, как будто неудобно, что ли. Не знаю, выглядит максимально просто, а играется как будто бы не так... Просто из-за неудобства какого-то. Вот, ребят, как-то так. Пишите свои мысли касаемо впечатления от игры. Еще хотелось бы мне ее поиграть, посмотреть. Насколько досконально пройти по каждому времени. Насколько она будет смотреться, насколько она будет стоить того. В общем-то, будет видно, да. 5-10 серий я планировал точно где-то, да. А дальше будет видно. На это, ребят, у нас на сегодня все. Вот такая вот игрушечка. Чуть свои впечатления, свои мысли на этот счет. Но без спойлеров, само собой и так далее. Без негатива. Конструктивно радует, что да, так адекватно, позитиве. Подписывайтесь, ребят, на кладбище вам понравилось. Буду очень рад. Будем смотреть дальше. Постараемся привыкнуть, собственно. Постепенно, мне кажется, что это реально может раскрыться все. И привыкаешь к этому со временем. Будет видно, в общем-то. С тобой, ребят, на сервере здесь ходите пообщаться. В группу ВК в трубатике бывают всякие фоточки, инсайдик, не только. Оцените ее, ставьте комментарии, само собой. Подписывайтесь на канал. А я желаю, ребят, всем хорошего настроения. Такого же дня. Всем до новых встреч. Всех кусь-кусь. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok